В последние два дня зимы в окрестностях Геленджика прошел второй этап открытого чемпионата Краснодарского края по ралли Геленджик-2010. Место и название в календаре соревнований новое. Ралли Геленджик давно планировался и вот состоялся, пока в статусе традиционной гонки. В следующем году это соревнование возможно получит статус этапа Кубка России. Общая дистанция трассы 163 километра, из которых около 70 километров спецучастки. Основная часть соревнования проходила в районе поселков Марина Роща и Кабардинка. Трасса под Геленджиком напоминает одновременно ралли Гуково и Новороссийск. Такая же жесткая, как Новороссийск, с виноградниками в качестве декораций. А Гуково напоминает обилием будных препятствий, с той лишь разницей, что на дону броды пологие, а на нашем побережье острые. Еще одна из особенностей Геленджика – компактность. Минимум перегонов, максимум боевых участков. Экипажи практически все кубанские и донские. Все, кто смог восстановить машину после прошлого сезона и переделать каркас безопасности под новые требования. Всего было заявлено 18 экипажей. Фактически ралли Геленджик стал своеобразным техосмотром перед началом сезона 2010. На старт были допущены 18 машин, а финишировало 10. Были заявлены три команды – УГИ БДД Краснодарского края Краснодар, МСТ Краснодар, ВСПОРТ Краснодар. Первый же спецучасток расставил точки над «И» – кто и с кем будет бороться. Лучшее время, и это понятно, показали машины класса «Абсолют». Владимир Иванов с самого начала был лидером, хотя не избежал технических проблем с коробкой переключения передач. На втором спецучастке он проиграл экипажу «Варкачев-Владимир-Сутовский-Игорь», но потом исправился и лидировал до самого финиша. Экипаж «Владимир-Черноситов-Константин-Тен» из-за отказа электрики потеряли много времени на втором спецучастке. Владимир шел на второе место, а финишировал последний. Он сумел уложиться в много времени и продолжить гонку на следующих этапах. По итогам гонки «Черноситов» стал восьмым. Владимир Варкачев на одном из спецучастков победил Иванова, но на остальных стабильно показывал второй результат. И в конце концов взял серебро в абсолюте. Этот результат в партнерстве с экипажем Денис Конданов-Олег Шульга вывел их команду на первое место. Денис Конданов от лидера отстал почти на три минуты. Это довольно большой разрыв. Отставание можно объяснить тем, что «Геленджик» – дебютное выступление этого спортсмена в полном приводе. Управление такой машиной существенно отличается от управления машиной на моноприводе. Класс «Объединенный» оказался самым массовым. Десять машин и самым непредсказуемым. Лидер класса экипаж Геннадий Чапцев, Эдуард Сухарев, команда УГИБДД Краснодарского края, на старте первого спецучастка сошел по техническим причинам. За пару часов спортсмены и механики сумели починить привод, и экипаж стартовал во второй секции, вне зачета. Однако новая поломка поставила крест на Надеждах. Для Чапцева гонка оказалась неудачной. Еще один железный претендент на пьедестал, Вячеслав Галкин, сломался на втором спецучастке. А первое место в этом классе заняли Пиджаков Сергей, Трапезников Валерий. Второе – Чернов Леонид, Ковалев Артем. Третье место – Головин Игорь, Логринов, Станислав, команда УГИБДД Краснодарского края. О последнем экипаже скажем чуть подробнее. Всю гонку ребята показывали неплохое время и реально претендовали на золото. Но ошибка первого пилота привела к потере трех минут на спецучастке 2. Гонка для классики оказалась просто трагичной. Из четырех экипажей три сошли, а четвертый хоть и доехал до финиша, но из-за нарушений правил был снят с соревнований. В общем, гонка оказалась любопытной. С одной стороны – смотр амбиций и мастерства, с другой – поиск компромисса между быстрой ездой и бережным отношением к машине. Дорога-то жесткая, много троплинов, камней на дорогах и острых бродов. Экипажам требовалось показать недюжинное чувство тактики, а не просто гнать, утопив правую педаль в пол. Теперь мы ждем гонку в Адыгее, тоже дебютную. Она должна пройти в середине апреля.